Плодотворно получилась не только экскурсия по райцентру Мартукского района, но и сам путь до пункта назначения. Первым объектом, попавшим под пристальное внимание высоких гостей, стала знаменитая на всю страну международная ветка Западная Европа-Западный Китай, а точнее ее часть. Депутатов в этой связи интересовало несколько вопросов. Какой объем работ уже выполнен, хватает ли выделенных подрядчику денег, укладываются ли строители в назначенные сроки. По поручению главы государства партия Нур-Оттан взяла под свой контроль и сейчас я как член экспертной группы при партии Нур-Оттан мы сейчас объезжаем дорогу и хотели бы узнать в каком состоянии, готовность, как идет график, есть ли отставания, есть ли проблемы какие. Как известно, в любом деле самое сложное начать, а значит основные трудности уже позади. Как было доложено народным избранникам, а их в Актубе прибыло 6 человек, на сегодня выполнено 85% строительных работ, уложен асфальт, установлены искусственные сооружения. Движение для автотранспорта открыто на 90 километрах из 102, проходящих через трассу Актубе-Мартук. Из того, что предстоит сделать, осталось строительство моста через реку Элег. Вы знаете, что прежний мост устаревший, с 72 года, более 40 лет и практически его реконструировать было бы бесполезно. Сегодня экспортная группа доказала это, были неоднократные слушания, утвердили наше предложение, сделан новый проект и сегодня, несмотря на зимний период, подрядчик уже приступил к реализации этого моста. Только из-за этого моста может быть маленькая задержка. В принципе, значит, по срокам у нас 13-й год. В 13-м году подрядчик имеет полную возможность завершить этот объект. Далее по новенькой трассе кортеж депутатов отправился на молочную ферму Ту Айс. Здесь они ознакомились с работой цеха по выпуску 30 видов молочных изделий и дали оценку. Поистине прорывной проект. Пять с плюсом сельский бизнесмен заслужил за налаженный механизм работы от фермы до прилавка, высокую продуктивность и натуральность товара. Как было сказано, более тысячи дойных коров дают ежедневно 25-30 тонн молока. Конечными продуктами являются разные виды сметаны, кефира, творога и даже мороженого. С фермы поступают на собственный молочный завод, который находится в городе Актюбия. Оттуда уже готовая продукция по торговым сетям, по собственным магазинам. То есть молочный кластер на нашем предприятии организован от фермы до прилавка. Не более 24 часа занимает. Мы коров подоели, завезли на завод, а тут уже свежая натуральная продукция доставляется в торговые сети. Воспользовавшись приездом останчан, предприниматель рассказал и о наболевших проблемах непосредственно в своей сфере. Выяснилось, что сегодня сельхозработников в первую очередь беспокоят высокие налоги на субсидии, повышение тарифов на электроэнергию и отсутствие необходимого количества водных ресурсов. Предложение и просьба было рекомендовано в письменном виде направить в Астану. Использование подземных вод затрудняется, законы против нас. Надо решить вопрос, чтобы мы могли бурить скважины и брать подземную воду. Несмотря на метель, гостившую на Активинской земле на выходных, Марток принял депутатов тепло и радужно. Своими успехами столичных гостей порадовали учащиеся второй школы и маленькие воспитанники детского сада «Тополек». Ну а неизгладимое впечатление, пожалуй, у народных избранников оставило посещение Центра технического творчества, которому в этом году исполнится 4 года. Особенность учреждения в том, что это один из трех сельских центров по всей стране. Два других сегодня функционируют в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Я занимаюсь примерно месяц. Да. Самолеты. Сделал 10 самолетов и вот резиномоторные делаю. Да. Делал самолет. В свое свободное время здесь ежедневно проводят около трехсот несовершеннолетних мартучан. Ребятня увлеченно занимается авиасудомоделированием, шитьем, народно-прикладным искусством. Как отмечают преподаватели, большую популярность среди мальчишек в эти дни имеет новый кружок – кастинг-конструктор. Ну а юные мартовские красавицы месяцами стоят в очереди, чтобы записаться на кружок дизайн одежды. Самый шикарный наш кружок – это конструирование, моделирование одежды. Вот сегодня у нас у девочек будет дефиле, называется моя первая модель, которую они репетируют. Ну и девочки в кружок этот буквально записывается за год, потому что невозможно туда попасть, очень востребован. Рабочую поездку в Мартукский район завершило собрание с участием сельчан в местном доме дружбы. И, как признали собравшиеся мартучане, сегодня им грех жаловаться на жизнь. Дороги строятся, в домах тепло, вода есть, среды безработных редеют. Что еще нужно людям для полного счастья? Единственное, чтобы как-то работа в этом направлении, то, что нам задано программу «От до 50 лет», чтобы она двигалась, помогала, работала. Там все основные проблемы разложены для будущего наших детей, для внуков. Там все очень хорошо расписано, для социальной проблемы все решается. В принципе, так особо проблем нет. Пока все устраивает. Дети учатся. Ну, хватает, кредиты берем. Вот так, в принципе, особых таких нареканий нет у нас руководства. Ну, а здесь район, у меня очень всегда оставляет хорошее общение. Здесь неравнодушные люди. Вот мы зашли в школу, зашли в детский сад, зашли в Центр научно-технического творчества. Люди насколько увлеченные. Дети насколько заняты. Родители приходят, помогают девчатам вырезать, кроить, шить свои платья. С районного центра третье место занятия в Республике Казахстан посудомоделирование. Ну, это, наверное, дорогого стоит. Я, честно говоря, был очень уверен. А картинг в районном центре. Сегодня в Мартугском районе проживают порядка 30 тысяч человек. Из них 9,5 тысяч в райцентре. Айсулу Махмутова, Марат Акажанов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова